Ом. Намасте, дорогие друзья. С вами снова Яслав Мудрый Воронцов и Академия Успеха на Позитивной Волне. Здравия всем. Сегодня я хочу рассказать вам о теме прощения, теме прощения, которую мы будем сегодня обсуждать. Я сейчас снимаю здесь вечером и настраиваю камеру параллельно, как она будет работать. Значит, что сегодня, тема, которую мы будем сегодня обсуждать. Значит, у клиента, у моего клиента, есть ситуация, ситуация, непрощенные родители, непрощенные папа. Одной из задач, которой она должна жить, это проститься с папой. Проститься, не проститься, сказать ему до свидания, а простить обиды, которые у нее есть на папу. И я хочу сейчас обсудить вопрос по такой ситуации. Клиент говорит, что я не могу простить своего папу, потому что я его стесняюсь. то есть, дочь стесняется своего папы. И сегодня у нее есть проблемы со своим парнем, с которым она уже разошлась. И, как выяснилось, что проблема, проблема, прежде всего в том, что она не может простить этого парня по причине того, что у нее есть претензии к папе. То есть, все нужно начинать с папы, в данном случае. И она не может двигаться вперед, поскольку... То есть, она не может отпустить парня, не может простить его, поскольку у нее есть общие претензии к мужчинам, которые начались, естественно, с папы. Окей? И вот была поставлена задача простить папу. Простить, отпустить, полюбить папу и двигаться дальше. Но клиент сказал, что, в общем-то, она делала практики, но как бы не смогла их сделать качественно, поскольку она стесняется своего папы. И вот эту тему я хочу рассмотреть. Сейчас, надеюсь, она откликнется для многих из вас. Наверняка, многие из вас, из нас стеснялись своих родителей, бабушку, дедушку, возможно. И это частое явление. Частое явление. Я скажу, что было такое со мной. Когда мне было, я где-то был в возрасте где-то 13-14 лет. Я помню первый раз, когда я начал стесняться своей бабушки. Но об этом немножко попозже я расскажу. Сначала предыстория, то есть понимание. Я хочу, чтобы вы поняли, друзья, насколько вот эта ситуация с родителями, когда мы стесняемся своих родителей, насколько это пагодно действует вообще на наши возможности, наши условия, на связь с родом. Поскольку ведь род, мы здесь не одни, да. Мы связаны до седьмого колена своим родом. И мы получаем дополнительную подзарядку, дополнительную энергию от своего рода. Если у нас есть с ним связь. Если у нас с ним хорошая связь, да. Команда. У тебя есть команда. И ты работаешь, делаешь с командой какое-то дело. На стройке, например, строишь дом. Если у тебя хорошее отношение со сильными членами команды, у тебя все плавно строится, все хорошо. У тебя есть помощники, которые консультанты, которые приходят, тебя консультируют. И помогают тебе решать вопросы. Если у тебя с ними хорошее отношение. Так же и с нашим родом. Если у нас хорошее отношение с родом, тогда у нас есть силы, у нас есть возможности решать задачи, которые перед нами стоят. Как узнать, что у тебя есть хорошая связь с родом? Ну, прежде всего, если мы берем до седьмого колена, то есть связь будет тогда хорошая, ценная, когда нет прерывистого звена. Все звенья соединены, вот как цепочка, да, цепочка, она должна быть соединена воедино. Если хоть одно звено разорвалось, значит уже связи нет. Как я говорю по аналогии, вы в розетку вставляете шнур электрический и по этому шнуру идет свет, электрический ток к свету. И лапчик говорит, стоит вам хоть на любом участке этого провода его обрезать, света не будет. Вот так же, я считаю, тоже самое происходит с нашим родом. И все начинается с самого первого, нашего родителя. Это самый первый выход к нашему роду, первое колено. Мы первое колено, дальше второе колено, наши родители. И вот потом бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки и так далее, да, до седьмого колена. Поэтому, вот, давайте начнем хотя бы с этого. Самое первое. Родители, там, бабушка, дедушка и так далее. У кого там прабабушка есть, то уже можно дальше двигаться, если их нет. В любом случае, это пойдет в следующий шаг. Но самое начало, родители. Итак, если первое звено не связано, если у нас нет соединения с ними, а что значит соединение с родителями? Это, ну, самая тяжелая карма, я считаю, работа с родителями, поскольку мы учим их, они учат нас. И здесь серьезные отработки тут, в первую очередь, я так считаю, в первом колене. Что значит хорошая связь? Это значит то, что родители дают нам благословения, у нас с ними хорошие отношения, взаимопонимание. Каждый выполняет свою карму, свое назначение, уважение друг друга, любит друг друга. И у нас хорошие гармоничные отношения. Никто друг друга не высасывает, не вампирит энергию, никто никого не заставляет делать то, что он хочет. Каждый делает, в общем-то, свое, о своей задаче, когда мы уже в совершенном возрасте. И таким образом мы просто члены одной команды, в которой каждый играет свою роль. И вот, теперь возвращаемся к стеснению своего родителя. Если мы стесняемся своего родителя, папу или маму, не важно, либо бабушку, дедушку, живых, да, там, когда уже, когда они ушли, и мы держим какую-то обиду, это тоже, это тоже нарушение звена, тоже нарушение звена. Мы все должны связать воедино. То есть мы должны иметь хорошее отношение, благостное отношение со всеми нашими предками. То есть, если предков нету, мы их никогда не видели, то, по крайней мере, мы должны просто перед ними преклонить голову, признать их за старших, признать их за членов рода, важных членов рода. И для этого есть дни поминовения, в разной культуре, по-разному называются, духовных. И есть соответствующие яги, или есть соответствующие процедуры, которые помогают нам, в общем-то, помочь соединиться с родом, наполнить его силой, попросить благословения, и тем самым соединиться с нашим родом. Так вот, возвращаясь к ситуации, когда девочка стесняется родителя. Если ты стесняешься родителя, или ненавидишь ее хуже своего родителя, презираешь и так далее, что происходит? То есть ты не имеешь с ним связи, нет connection. Когда ты с кем-то не имеешь хороших отношений, то какая может быть теплые отношения? Связь не будет быть полноценной. Что получается? В этом случае ребенок не получает энергии полноценной от своего родителя. Понимаете, да? Поэтому задача наша какая? Восстановить отношения со своим родителем. Бабушка, дедушка, мама, папа, неважно. Мы должны их восстановить. И в этой связи мы и делаем, проводим практики прощения, снятия обид, аудиально-вербально-физическое. Дальше мы играем адвокат, прокурор. Мы делаем поклоны, минимум 40 дней поклонов, это один цикл, если его достаточно. То есть мы делаем целый комплекс практик, которые позволяют нам избавиться от этих обид, позволить им идти. И с вами первым начинаем, конечно же, с родителей, к которым у нас есть претензии. И вот в этой связи я хочу, чтобы у вас была осознанность, насколько важно, насколько важно иметь хорошее отношение с родителями. Если мы не имеем хорошее отношение с родителями, то отсюда идут проблемы у нас в нашей жизни. Вот на примере этой девушки. У нее идет цепочка. То есть она не приняла своего папу, у нее были проблемы, обиды на папу. И отсюда эти проблемы начали перенеслись на первые ее отношения. То есть у нее появились первые серьезные отношения. И через короткое время эти проблемы начали развиваться. И вот, что нужно сказать в этой связи. Сейчас давайте я вам приведу пример. Как можно избавиться от этого состояния, сняться от своих родителей. Я приведу свой пример, который у меня был в моей жизни. И поэтому для меня это... Я понимаю эту ситуацию, понимаю ситуацию тех людей, у которых такие ситуации возникают, такие моменты. Потому что это частое явление встречается. Я знаю, что, в общем-то, родители живут своих ценностями, у них свое понимание жизни. А мы, как бы, такие крутые, развиваемся, мы такие модные, ходим в одной одежде. Мы такие крутые, все у нас там музыка, у нас там шмотки модные и так далее. Мы тусуемся, а предки, типа, что-то, они уже отстой, они там уже старики, короче. Я помню, раньше называли. То, типа, ну, на родителей говорит, а, старики наши, типа, там. И еще бывало, так, как говорили, еще типа, там, пращуры, предки еще называют. По-разному. Ну, то есть, в общем, вот в самом отношении, в самом выражении, как мы обращаемся очной или заочной к своим родителям, это уже говорит о том, какое у нас с ним отношение. Если у нас пренебрительное отношение, высокомерное отношение к нашим родителям, нашим роду, там, родственники, бабушки, дедушки, сестры, братья и так далее, это сразу говорит показатель конкретный о том, что мы от своего рода оторваны, мы не имеем конкретной связи. И это есть проблема. Это есть проблема, ее нужно срочно решать, потому что, если, скажем, мы знаем, если по мужской линии обрыв идет, то проблемы получения энергии той, которая идет от мужской линии, это успех в социуме, достижение целей, зарабатывание денежки, проблемы с мамой, проблемы с девушкой, проблемы в отношениях и так далее. То есть, также наполнение себя энергией женской. То есть, оно все взаимосвязано, все взаимосвязано. Поэтому очень важно, чтобы иметь, мы должны иметь вот эти хорошие отношения со своим родом, которые начинаются с наших родителей. И вот я, помню свое отношение, как я говорил, уже у меня в возрасте 13, где-то 14 лет, когда я вдруг осознал, что я стесняюсь своей бабушки. Я учился в это время в деревенской школе, а в деревне у нас, как бы там, все друг друга знают. И, в общем-то, когда я, ну, бабушка где-то рядом возле меня была, проходила, как бы я так старался, так от бабушки подальше. Ну, подальше, типа, чтобы меня никто не видел, что возле моей бабушки. Почему я стеснялся своей бабушки? Потому что, я думаю, наверное, многих так происходит, не знаю, может, так у меня. Я стеснялся, потому что бабушка моя была, ну, не модная, так сказать. Она не была модная, типа, мы были модные. Она не одевала модные одежды. Она одевала свои одежды, которые одевают люди в возрасте. И, в общем-то, удобно. Ну, у них свое понимание, да, у каждого возраста свое понимание, что такое одежда. Если мы молодые, когда мы хотим, чтобы она была яркая, крикливая, там, супермодная, неважно, удобная, неудобная люди, когда уже постарше, мудрее, они одевают одежды более практичные, более удобные и так далее, да. И вот, в моем понимании, бабушка у меня была, в общем-то, такая немодная, как бы одевалась очень просто, и вот я этого стеснялся. Поэтому, когда бабушка где-то подходила ко мне там на людях, я так старался так, так, быстренько, так, ну, уйти по-прости, я сказала, бабуль, я там виноват, я там занят, туда-сюда, да, и так далее. Вот такие ситуации возникали у меня. Возникали, да, каюсь, было, было, абсолютно было. И, в общем-то, но что произошло вот у меня, моя история, я помню, когда я уже, когда вот я пошел, я в 15 лет пошел в мореходное училище, после 8 класса, и 4 года был в военном морском училище, в Владивостоке, и вот с 16 лет я начал заниматься саморазвитием, как я уже говорил, это как реклама книги «Аутогенная тренировка» Ханс Линдеман, которая лично для меня стала вот начальным пособием для саморазвития, и я ее всем рекомендую, потому что это как самогипноз, это техника познания себя, техника, которая позволяет осознать, кто я есть, что я есть, и что я могу развиваться, окей? И, в общем-то, вот с возраста 16 лет я начал саморазвиваться, изучать разные техники, изучать самогипноз, изучать семейные отношения, в общем, оттуда пошло мое развитие. И вот где-то в возрасте я закончил мореходку, и мне кажется, это уже было где-то на втором курсе института, когда я учился в спортивной институте, сейчас называется Академия спорта Ленинградская имени Петра Францевича Лесгофта. Тоже с гордостью говорю, потому что очень хорошие институты, я очень люблю институты, те знания, которые я там получал, это были одни из моих лучших лет, которые я пришел в своей жизни. Так вот, в общем-то, когда приехал же однажды, очередной раз в деревню, ожидая электричку, которая привозила наших односельчан, я вижу, выходит моя бабуля. Мне где-то уже лет 20 было, где-то так, 18, где-то так, 18, нет, не 18, да, где-то лет 20 мне уже было, 20 лет. И бабуля моя выходит, я вижу, бабулька моя такая, такая же, такая скромная, но вот такой, как она и была раньше. И я так, там электричка, высокие ступеньки, в общем, я подал бабульке руку, такое сначала, ну, первая такая мысль с прошлого, типа, ой, блин, мне стыдно, бабуля, как бы так, ну, некрасиво одета, в общем-то, не понтова. Но у меня, в тот момент, у меня что-то щелкнуло, у меня щелкнуло прямо, и я сказал себе, это моя бабушка, это мой род, это моя бабушка, и я должен ей гордиться, я должен признавать ее, потому что это моя бабушка. Не знаю, откуда мне это взялось, я не изучал тогда, что ничего про род, просто изучал про семейные отношения, ну, в общем, суть такова, что я сказал себе, что я не должен стесняться, и я так бабушку, вот, взял, там, за руку, помог ей выйти, там, взял ее, поднял, отпустил, обнял ее, так это, не видел ее долго, и в тот момент, когда, куча людей было, односельчан, ну, деревья же все друг друга знают, и как бы я раньше-то стеснялся, а тут я, там, мне было все равно, я обнял свою бабульку, и я помню, как мне было приятно, то, что я ее не стеснялся. Это было, очумительные чувства были, я почувствовал тогда радость того, что, что я могу не стесняться своей бабушке, это было для меня откровение просто, я никогда не задумался на это, никогда этого не испытывал, и это было очень-очень здорово. И с тех пор мое отношение к бабушке, мое сильно поменялось, то есть оно было очень благостным, и я принимал это только, как оно есть, и мы с ней начали больше говорить уже с ней о каких-то, там, духовных вещах, а хотя я в то время был так свящего атеиста, ну, на подходе был, да, я где-то в возрасте 21 год, я до 21 года, 22 я стал верить в Бога, следовать духовному, до этого я был сильнейшим атеистом, конкретным материалистом, назначенным, чем учили, то и было. Так вот, возвращаясь к этой ситуации, о чем же я говорила, да, что, ребята, я просто хочу вам напомнить, что очень-очень важно уважать своих родителей, уважать свой род, при все те, что живущие, ваши родственники, братья, сестры, мама, папа, бабушка, дедушка. Если у вас нет связи с вашим родом, нет уважения, то я не вижу, что у вас будет счастливое отношение с людьми, которые вокруг вас, мужчина, будь то мужчина или женщина, потому что мы тем самым теряем энергию, мы теряем благословение, мы не получаем благословение, ну, тот провод перерезается, и вы работаете на своей батарейке. Да, у нас своя паранайсия, у нас есть своя благочесть, с которой мы пришли в это дело, но один в поле не воин. И тоже же говорится, что когда ты в команде, ты силен, да, или как вот мы веник говорим, веник, в нем очень много стебликов, да, и когда ты веник, он крепкий, и ты не сможешь его сломать, но один стебелек очень легко сломать, да. Поэтому давайте вот осознаем то, что мы были единой семьей, крепкой семьей, держались своего рода, и тогда нас ничто не сломает. Мы крепкий большой род. И вот, если у вас есть у кого-то такие проблемы с своим родом, начинайте просить прощения, начинайте преклоняться, просить благословения от своего рода. Напомню также о том, что когда вы женитесь, помните, да, что вы должны просить благословение обязательно. Или на какие-то дела больше идете, открываете какой-то бизнес, какая-то поездка, всегда нужно просить благословение у своих родителей, прежде всего. Там бабушка, если живая, есть тоже бабушки, дедушки тоже, потому что это все сила рода. Если нет возможности недалеко, попросите хотя бы в своем уме, в своем сознании, поклонитесь им, встаньте на колени, опускайтесь вниз на пять точек, сделайте поклонность своим родственникам. Признайте их за старших, признайте их не авторитет, и просите от них защиты и благословения. И тогда ваши дела будут намного лучше, намного успешнее, когда что за вами целая команда. Есть техники визуализации, когда мы вставляем свой рот за спиной и так далее. Но вот начните с простого, с того, что нужно отпустить со стеснения, понять, что вы родители, это мои родители, это мой род. И что еще хотел бы, чтобы вы осознали, что, ребята, вы понимаете, что мы получаем от тех родителей то место рождения, то материальное состояние, то уровень здоровья, благочестия и так далее, которые мы заслужили, которые мы имеем, и которые являются для нас самым лучшим для того, чтобы получить новый опыт, отработать свои долги и отработать свою карму. Это самая лучшая команда. Наши родственники, мама, папа, бабушка, дедушка, пра-пра-пра, наши семь колен, наши братья, сестры, родственники, это наша единая команда, которая помогает нам отрабатывать наши задачи. Мы помогаем им, они помогают нам. Как я говорю по метафорическим, метафоре, это мы как большая труппа, театральная труппа, мы играем в спектакль. Каждый играет свою роль. Вот сегодня я ребенок, в прошлой жизни я, может, был родителем, или был там бабушкой, дедушкой, братом и сестрой и так далее. Мы играем разные роли, в зависимости от того, как мы поиграли эти роли перед этим. Если ты хорошо справился с ролью женщины, значит, тебе там дается новая роль, скажем, мужа, и более благостного мужчины и так далее. Поэтому, осознавая то, что это наша команда, которая является твоими тренерами, я на спорт всегда переношу, когда ты пришел в спорт, собираешься, готовишься к олимпийской сборной, у тебя есть тренерат, массажисты, врачи, консультанты, психологи, то есть целая большая команда, и каждый выполняет свою роль. Каждый дает тебе свою роль. И тебя порой напрягает очень сильно, очень сильно напрягает. Ты через «не могу» делаешь, тебе говорят «надо», и говоришь «не могу, это я не могу». «Надо» ты, блин, ты собрался быть чемпионом, ты хочешь в олимпийскую сборную или нет? «Хочу». Иди работай, работай. То есть они тебя напрягают, но во что? Во благо, во благо для тебя же лично. Поэтому, как после этого осознавай вот это, как мы можем быть неблагодарны нашей команде, нашим родственникам, они есть, они играют ту роль, они имеют ту форму, то содержание, которое наилучшим образом позволяет нам отработать те или иные качества, приобрести новые навыки. Окей? Как пример, скажем, боксер, ты стоишь в паре, тебе тренер дал тяжелого партнера, там на двери своей категории больше тебя, который такой 7 на 8 шкаф, и бьет тебя. А для чего? Да потому что ты забурел, ты вот это в своей весовой категории, там, скажем, побеждаешь всех, но ты еще не видел сильного соперника, и вот тебя специально ставят сильным соперником, который сильнее тебя, сразу на голову. Для чего? Чтобы ты научился там лучше защищаться, да, быть осторожным, больше думать, а не быть таким бравым и открытым, как ты был до этого, как говоришь, я чемпион. Все. Чем больше трудностей, тем больше у нас навыков, больше опыта мы получаем от жизни. Поэтому, вот просто, ребят, просто осознать вот это. Осознать вот это, что мои родственники, моя команда, которая наилучшим образом хочет помочь мне стать, стать наилучшим, наилучшим в этом теле, в этом воплощении. И когда вы вот это осознаете, очень-очень глубоко, у меня ушло на это годы, саморазвитие, понимание, и я скажу, что самое глубинное понимание у меня пришло тогда, когда я вот осознал, прежде всего, что я душа. Я осознал в истинном понимании, что я есть душа. Да, я до этого знал, что я душа, еще с 21-го года, когда я принял для себя духовность Бога, я сказал, что я должен делать, думать хорошо, делать хорошо, вот, и все будет хорошо. Я еще тогда не выбрал, к какому Богу я должен следовать, потому что был очень большой разброс, очень было много выбора, но одно я для себя принял это. Но понадобилось очень много лет, очень много лет, и вот буквально только где-то 3-4 года назад я воистину осознал, что я есть душа. Осознал, просто пришло, ну, какое-то просветление пришло, вот однажды, вот как сегодня, сейчас я снимаю для вас видео, сейчас уже поздний вечер, уже в 10 часов вечера, я уже должен спать, ложиться, но я решил сделать это видео сегодня, поэтому я его сейчас пишу для вас. и так же было в один прекрасный вечер, я стоял, смотрел в окно, и как-то пришло такое сознание, понимание, что я есть душа. Я протестировал себя, насколько я могу быть, относиться к тому, что я есть душа, что понимание, что я душа, это, как-то осознаешь, что это душа. Самая главная задача для нас, одна из важных задач, помимо того, что мы должны исполнить свое предназначение, кармическое, согласно телу и развитие сиренского любовь, и прийти к просветлению на уровне тела, на уровне души, на уровне ума, мы должны быть, соответственно, не привязаны к материальному миру, не привязаны здесь вообще ни к чему. Вот этот материальный мир, это временное явление, ни к чему быть не привязаны. И вот для того, чтобы это осознать, проверить, я вот себя так погрузился в медитацию и постарался так прочувствовать, вот если я вот это завтра покину тело, и вот это все не посильно, нажито непосильным трудом, вот это все останется, окей? Все, what's going to happen? Как я буду себя чувствовать? И я начал сканировать, я был в медитации, это классно, и я начал сканировать, пропускайся через чувства, через каждое явление, вот там моя любимая игрушка, компьютер, мой мотоцикл, моя машина, то, 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 то и так далее, которые мне, ну, как бы сегодня, материальном теле доставляют удовольствие, какие-то мои увлечения, какие-то там, игрушки, вот эти всякие, все, чего ты получаешь, удовольствие, и вот я прочувствовал, да, вот я от этого это потеряю, вот если я это потеряю, у меня этого не будет. Все мои любимые какие-то занятия, мои любимые увлечения, те предметы, и те люди, вот самое сложное, самое сложное, когда ты, когда ты, когда ты вот, можешь быть не привязан к любимому человеку, это сложно, очень сложно, да, родители, жена, муж, да, дети, друзья, это, это очень сильная привязка у нас, и вот, если мы можем быть в таком состоянии, что, вот осознавая, что ты покидаешь человека в этот период, да, и ты при этом не будешь привязан, что такое привязан? Это значит, ну, I can't let it go, I can't let it go, ну, привидение, значит, такое привидение, да, привидение, это те, это те души, которые настолько привязались к матерному миру, бедные, что они не могут, а просто его покинуть, то есть привидение, которые живут в домах, вот это, те вот, те вот бедные мужики, которые вот всю жизнь пахали, чтобы этот дом сделать, а потом уже как, вот это не посильно, нажито не посильным трудом, вот это все, вот это, три видеомагнитофона, три шубы, трое золотых часов, три видеокамеры, вот как это можно все оставить? вот если мы привязаны вот к этому всему, то будет проблема, в душе будет проблема покинуть, покинуть материальный мир, окей? А это значит, мы зависим здесь, поэтому вот для вас тест, это для вас тест, протестируйте себя, насколько вы можете быть свободны, вот это вот состояние, что вот просто так нужно идти в своей медитации, прочувствовать очень четко, не просто от ума там, ну да, да, а все состояния, прочувствовать всеми своими пятью чувствами и на уровне энергетики, ментальности, прочувствовать, что ты вот завтра покидаешь тело, и просканируйте все, чтобы тебе было очень дорого, какие у тебя будут ощущения, когда ты уходишь из тела, и тебя уже завтра нет, прочувствовать это, каков он, и вот если у вас хоть что-то осталось, привязка, то надо работать, надо работать в том, чтобы к этому не быть привязанным, когда мы к этому не привязаны, мы свободны, и это помогает нам жить легче в нашей жизни, к примеру, запросто дети, дети вырастают, сначала у них маленькие гуглки, мы с ними играемся, мы им баимся, по сути мы получаем удовольствие, детишки наши, и мы их настолько присыпаем, что наши дети, вот это же, это же мой ребенок, ты понимаешь, это только какое-то мое, и вот он, лапу положил на него, так сюда сказал, быстро, к ноге, тузик, не понимая о том, что, в общем-то, наша задача помочь ребенку открыть себя, свое предназначение, не делать из него того, кем мы не стали, да, там, мечтал быть пианистом, или там, чемпионом, не знаю, что там, бейсбол, гольф клуб, пью, арай, и теперь, сынок, ты у меня будешь чемпионом по гольфу, или теннисистом, арай, и, а ребенок хочет быть, а ему, может быть, он пришел сюда для того, чтобы стать пианистом, наша задача помочь ребенку открыть свое предназначение, окей, так вот, привязки, дети, то есть, дети вырастают, и они хотят уже, вылетает с гнездышка, и пора им идти своим путем, а мы же все держимся, у нас же с гаиста настолько, куда ты вот от меня бросишь, вот то я один буду, будь возле меня, а что в поле зрения, что я тебя постоянно видел, в общем, вот так, ребята, то есть, проверяйте себя, насколько вы привязаны, или не привязаны, вот, к тому, что есть вокруг вас, задача быть непривязанными, тогда вы будете свободны, и, если случится так, что, когда случается, что дети вас покидают, вырастают, естественно, они идут к своей жизнью, у вас к этому не будет проблем, какая-то игрушка ваша сломалась, сгорела там, или машина там, или еще что-то, просто принимаешь, просто принимаешь, что знаешь, что все от Бога, когда ты принимаешь, и понимаешь, что это то, что должно быть, тогда не будет расстройства, не будет расстройства, и мы будем равновешены, и отцу, а это первый шаги, а оттуда уже пойдет то, что там, как девушка, вот это познакомилась с парнем, начала с ним отношения, поняла, что проблема есть, расставаться, проблема расставаться, да, привязка, невозможно расставаться, болит, и так далее, ну, я говорю о том, что так же, если нужно правильно развивать отношения, проходить этапы, соответствующие, да, не залипать раньше времени, пока не поженились, пока колечки не одели, чтобы это все было экологично, да, но перед тем, как начать отношения, конечно же, нужно пройти подготовительный период, да, нужно просто простить всех, проститься со всем, что тебя тянуло из прошлых обид и отношений, начиная с родителей, наполниться своим содержанием, стать самодостаточным, изучить партнеры, изучить отношения, а потом только начинать это все делать, окей? Итак, друзья, подведем итоги, мы обсуждали вопрос, все по чуть-чуть, но основная тема у нас была о том, что мы не должны иметь претензий к родителям, не должны иметь претензий к родителям, потому что соединение с родом начинается с наших родителей, и если кто-то из вас стесняется своих родителей или обижен на своих родителей, то прекрасная вот эта напоминалка вам о том, что нужно с этим проститься как можно быстрее, потому что эти процессы будут мешать вам развивать отношения с вашими партнерами, однозначно. Вот, и примеров таких, к сожалению, очень и очень много, окей? Вот для этого я записал это видео, для того, чтобы подвести черту и вот озвучить то, что у многих болит, и возможно многие не осознают просто этот процесс, надеюсь, что это видео поможет вам просто стать еще более осознанным, проверить себя, насколько это болит у меня, насколько это есть у меня, окей? И начать процесс изменения, трансформации, совершенства своей жизни, для того, чтобы потом начинать строить правильно семейные отношения, окей? На этом мы закончим это видео. С вами был Ирслав Мудр-Воронцов и Академия Успеха в семье, бизнесе, обществе и духовности на позитивной волне и наш сайт vedadon.com, на котором вы можете найти больше информации, пишите вопросы, которые нам помогают строить новые вебинары, новые тренинги и вот отвечать на ваши вопросы, как это делаю я сегодня здесь. Окей? Вот, пожалуйста, все. И, друзья, конечно, было бы здорово, а если бы вы также вложили обратную связь, свою энергию, написали нам, что вам нравится, что мне нравится, просто обратная связь, любаясь, как мы говорим, да, даже если нехороший, сам если не нравится, нет проблем, друзья, все не может, все нравится всем, дайте нам обратную связь, это поможет нам сделать что-то лучшее для вас в следующий раз. Хорошо? Поэтому вы знаете, что нужно делать в видео, ставьте лайк, если нравится, если не нравится, пишите тоже, мне нравится, сделайте комисс, что не нравится, будьте конструктивными, пожалуйста, помогите нам сделать это что-то лучшее в следующий раз. На этом прощаюсь, намасте, любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг, и любовь вернется вам в старые цели. Здравия всем, друзья! Продолжение следует...